Мелена Дугиева учится в Видновской школе номер два. На прием к неврологу пришла с расстройством сна. Длительный период времени девушка не может полноценно отдохнуть в ночное время суток. Главной причиной считает большие учебные нагрузки. Слишком много занимаюсь в связи с подготовкой к ЕГЭ. Сижу очень долго, и это загруженность. И потом из-за этого нервные срывы случаются, поэтому, возможно, из-за этого. А какие-то сны видите? Бывает такое? Постоянные они очень странные. Очень странные. Бывают очень абсурдные, бывают очень реалистичные, но очень часто довольно вижу их. Здоровый сон для взрослого человека должен быть не менее восьми часов. Только так возможно восстановить необходимый баланс в организме. А ребенку и вовсе нужно отдыхать не менее десяти. Но похвастаться такими показателями может далеко не каждый. Это действительно очень сложная проблема. Вот нарушение сна. И если человек не сможет спать, это многие за собой могут не нести последствия. Приходится вопрос решать, давать рекомендации, назначать медикаментозную терапию, чтобы это все быстро преодолеть. Расстройство сна сейчас занимает ведущее место в потоке обращений к неврологам. Пока проблема не стала хронической, врачи рекомендуют начать решительные действия. Отказаться от крепкого чая, кофе и подключить физические нагрузки. На первых этапах разрешается применять лекарственную терапию для восстановления и нормализации полноценного отдыха в ночное время. Препараты на основе мелатонина, их максимально месяц-два. Потом человек должен прийти в норму и постараться не принимать данные препараты. Потому что сам мелатонин, он должен у нас в организме вырабатываться. Не стоит запускать проблему, которая в дальнейшем может негативно отразиться на собственном здоровье или самочувствии детей. Проще и быстрее решить ее в самом начале. И тогда после хорошего сна и день покажется более солнечным и теплым.